Здравствуйте, меня зовут Антон, и я сегодня дам ответы по теме коронавирус. Вы, наверное, уже слышали, что Магенда Витадом открыл горячую линию для общения граждан по теме коронавирус. На горячую линию ежедневно поступают сотни звонков от граждан за информацией на тему инфекции, диагностики, профилактики и многом другом. Бригадой скорой помощи, в том числе и я, делаю все возможное, чтобы как можно быстрее ответить на все вопросы. Но пока мы вам не перезвонили, мы составили список общих вопросов по этой теме, и, конечно, у нас также есть ответы. Мне сказали, что я должен быть на карантине. Что мне делать? Карантин длится 14 дней. Это означает оставаться дома и избегать посещения общественных мест, включая рабочие места, учебные заведения, центры отдыха и торговли, общественный транспорт, больницы, клиники и многое другое. О домашнем карантине необходимо сообщать на веб-сайте Министерства здравоохранения в специальной форме или позвонив в медицинский центр по номеру звездочка 5400. Я нахожусь на карантине, а моя семья нет. Что мне делать? Разве они не должны быть тоже на карантине? По мере возможности рекомендуется сократить количество человек, проживающих с вами, и воздержаться от принятия гостей. Если есть дети и члены семьи с хроническими заболеваниями, и они не находятся на карантине, их нужно по возможности держать подальше от дома, у отдельно живущих членов семьи и друзей. Несколько человек на карантине могут оставаться вместе в одной комнате с закрытой дверью. Если есть возможность, то пользоваться отдельными туалетами. Посещение других комнат-квартир только для необходимых действий на короткий период и обязательно при наличии маски для рта. Что делать во время карантина? Важно соблюдать обычный распорядок дня. Представьте, что вы взяли отпуск для путешествия или похода, а в конце погода испортилась и вы остались дома. Что делать? Приготовить еду заранее. Проследить, что есть одноразовая посуда. Если есть возможность, закажите еду на дом, только будьте внимательны и оплатите кредитной картой. И при заказе еды укажите, чтобы доставщик оставил еду у двери. Это время заняться делами, которые мы все время откладываем на потом, потому что у нас нет времени. Прочесть именно ту самую книгу, посмотреть фильм или сериал, отсортировать фотографии и сделать дигитальный альбом с последнего отдыха. Поддерживайте связь с членами семьи. Записывайте эти моменты. Можете использовать также аппликации, такие как Skype и WhatsApp. Естественно, нужно следить за симптомами заболевания во время карантина. Включите ваш распорядок дня, измерение температуры тела утром и вечером, чтобы лучше оценивать состояние на данный момент. Как это возможно без соцсетей? Позаботьтесь о своем мобильном телефоне и ноутбуке. И, конечно же, не забудьте зарядные устройства. Кто может работать из дома через компьютер, это хорошо. Важно поддерживать физическую активность. Подробно можно найти информацию в интернете. Дети могут заниматься настольными развлекающими и развивающими играми или творческими занятиями и многим другим. Учащиеся в школе должны продолжить учебу через сайт Министерства образования, относительно учебных материалов и курсов и онлайн-программ. Я на карантине и чувствую себя хорошо, но все равно хочу провериться, чтобы быть спокойным. Это возможно? Нет, не то чтобы я был против этого. Просто в этом нет смысла. Если вам хорошо, отлично. До тех пор, пока нет симптом заболевания, нет показаний для теста. Поэтому важно соблюдать условия карантина до окончания 14 дней. Кроме того, до окончания 14 дней, то бишь, это и есть средний инкубационный период вируса, отрицательный тест не гарантирует, что вы не заражены. Я на карантине и начинаю чувствовать себя плохо. Что мне делать? Во время карантина очень важно следить за состоянием здоровья. Если появляются симптомы и заболевания, такие как высокая температура, кашель, боль в горле, слабость и другие подобные гриппу, респираторные симптомы, необходимо связаться с Маген Давидом по номеру 101, чтобы наш квалифицированный сотрудник приехал к вам взять образец и отправить его на исследование. Перед каждым посещением отделения приемного покоя или больничной кассы, или вызова скорой помощи на дом, обязательно нужно сообщить заранее о том, что вы находитесь на карантине, чтобы мы смогли подготовиться к вашему приему. За последнее время все больницы открыли специальные отделения для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Я находился в том же месте или помещении с человеком, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Что мне делать? При обнаружении человека, зараженного коронавирусом, Министерство здравоохранения начинает расследование и публикует список мест, которые посетил инфицированный человек. Для того, чтобы люди, с которыми он общался, оказались в изоляции, мы работаем над тем, чтобы предотвратить распространение вируса. Если же вы посещали те места в те же часы, вы должны немедленно перейти на карантин на 14 дней с момента посещения и быть готовим к появлению симптомов. Если вы посещали те же места в другое время, в другую дату или другие дни, у вас нет никаких ограничений или указаний. Вы можете продолжить повседневную жизнь. Не требуется карантин и не требуется медицинская консультация. Мы должны улучшить соблюдение личной гигиены, прикрывать рот и нос во время кашля и чихания локтем или надеть маску. Избегать контакта с больными людьми и людьми с симптомами гриппа. Использование оральных масок в основном предназначено для медицинских работников. И нет указания по регулярному использованию маски, так как она может стать питательной средой для других бактерий. Следует соблюдать частое и правильное мытье рук с мылом, водой или спиртовыми дезинфицирующими средствами. Следует избегать незащищенного контакта с дикими и сельскохозяйственными животными. И настоятельно рекомендуется готовить продукты животного происхождения, такие как мясо и яйца. Когда я могу выйти из карантина? Окончание карантина произойдет только по истечению 14 дней после того, как последний контакт с подтвержденным пациентом или посещение страны объявило о вспышке вируса. На 15 день, пока симптомы не развиваются, вы можете вернуться к работе и к обычной деятельности без необходимости согласования с врачом. Если вы прошли тестирование в течение 14 дней изоляции и у вас отрицательный результат, это не разрешает вам выйти из карантина. Подождите до конца 14 дней в полном объеме. Вы получили ответ на свой вопрос? Отлично! По дополнительным вопросам обращайтесь по горячей линии Магенда Витадом по номеру 101 и соблюдайте указания на сайте Министерства здравоохранения или средств массовой информации. Всего хорошего и будьте рады! Продолжение следует...